ПЕСНЯ 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 Не дам я тебе денег! Не дам я тебе денег! Не дам! А ну, марш из комнаты! Пьяница! И сама пьешь! Вчера напилась, песни пела! Одела чужую рубашку с кружевами, хвастала! Раньше я не пила столько! Ну дай мне денег! Что ты хочешь от меня? Что ему надо от меня? Уселся на мою шею дармоед! Опоздал на работу! Разве я виноват? В случае больше ничего! Ну дай мне денег! О господи, когда все это кончится! Музыка! Пьяница! Кверестник! Кверестник! Музыка! Я, подожди,... Как, писят... Я, поджим! Кап, небы! Кап! Кап! Девят! Кап! 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 КОНЕЦ 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 Игол Nikki КОНЕЦ Подлец Кссссс. Отдай деньги. Не дам. Отдай деньги! Дай деньги! А то я подумал скандал! Здесь выставки. Я приехал на выставку. Врёшь? Ты мне никогда не веришь. День-ночь работаю. Я стерла себе руки. Не смей пить на мои деньги, слышишь? Она смотрит. Эта картина потрясает всех. Кстати, обратите внимание на желтое пятно на левом мизинце. Оно как бы трепещет. Теперь перейдем к диаметрально противоположному художнику. Дай деньги. Сюда. Здесь опять обратите внимание на дерево. Тут тоже желтое пятно. И вы чувствуете, как волнует вас этот пейзаж. Колорит его яркий, но сдержанный. Вы видите, как это желтое пятно контрастирует с этим черным. И как бы перекликается с ним. Эмоциональное воздействие такого сочетания обычно потрясает зрителя. Почему пейзаж может волновать зрителя? Почему он заставляет задумываться над социальными, политическими и философскими проблемами? Почему? На это нам дает ответ картины нашего городского художника. Деньги дай. Что здесь изображено? Домик. Но какой это домик? Вы чувствуете, как тепло струится на вас с полотна. Тут живут прекрасные, добрые, благодетельные люди. Наверное, они трудятся и живут дружно и прекрасно. В самом высоком смысле этого слова. Вот что передал нам художник при помощи кисти и композиции. А может, такого домика вовсе нет. Перейдем дальше. Вы опять видите? Как живут из детского художника. Почему пейзаж может наводить на философские размышления? Ответь на это вы получите в этой картине. Что здесь изображено? Домик. Но посмотрите, какой это домик. Вы чувствуете, как тепло струится на вас с полотна. Тут живут прекрасные, честные, благородные и чистые люди. Наверное, они трудятся и живут дружно и весело. У них, наверное, много детей, и они очень хорошо живут. Теперь мы можем перейти к следующей картине, чтобы ответить на следующий вопрос. Почему пейзаж наводит на философские размышления? Вы видели в той картине. А сейчас вы увидите. Почему социальные размышления навевают в небо цареви? Особенности для тюрьморта. Рихтер. А за крыльцом мусорное ведро его не видно. Хорошо, что не видно. Это кольцо доктора Цупермана. А это моя рубашка. Это? Это не твоя рубашка. Как не моя? Это рубашка профессора Хинчина. Позвольте. Это наш дом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok